Наш эфир продолжит интервью с ректором Уральского государственного педагогического университета Светланой Минюровой. Не переключайтесь. Что нужно сделать в настоящем, чтобы воспитать учителя будущего? Об этом говорим сегодня. Я рада вам представить моего собеседника, ректора Уральского государственного педагогического университета Светланы Минюрова. Здравствуйте. Рада видеть вас в этой студии. Здравствуйте. Прежде всего, конечно, поздравляю вас с началом учебного года. Большой праздник. Во-вторых, 1 сентября вы отмечаете год, как создан Центр непрерывного повышения профмастерства «Учитель будущего». Вот с учителя будущего хочу начать. Современные реалии. Какие требования предъявляют педагогам? Что должно быть в современной школе, чего, например, не было еще несколько десятилетий назад? Вопрос очень важный, очень хороший. И я бы здесь начала даже не с педагогов, а с детей. Мы же с вами все прекрасно понимаем, что то поколение школьников, которое есть сегодня, крайне отличается от тех, которые были 10 лет, а тем более 20 и больше лет назад. Современные дети – это дети цифровой эпохи, которые уже выросли с детства в мире гаджетов. Виртуальная реальность для них – это не только игры, это источник информации и это источник знаний. А учитель входит в конкуренцию вот с этим огромным потоком информации, которую дети, естественно, усваивают. То есть вы учите учителей конкурировать с гаджетами? Задача педагога – это проводник в мире знаний. Это человек, который выводит на диалог, который учит анализировать, который учит рассуждать, который действительно развивает совершенно другой пласт собственной мыслительной активности. Не фиксировать какие-то факты, цифры, даты, а анализировать. Размышлять. Размышлять, безусловно. Это идеальный учитель, и я думаю, что повезло тем ученикам, которые действительно имеют такого учителя, такого ментора, такого наставника. Но складывается впечатление, что педуниверситет дает такую идеальную картинку. Вот как будет в школе? Вы будете учить, анализировать, у вас будут замечательные дети, вы создадите нечто прекрасное. Но когда молодой специалист приходит в школу, он сталкивается с другими немного реалиями. Может быть, где-то агрессивные дети, где-то не вполне адекватные родители. Очень много бумажной работы, когда должен записать кучу-кучу бумажек, назовем их так. Может быть, нужных, может быть, и ненужных. Как сделать так, чтобы молодой учитель был ко всему этому готов? Это очень-очень своеобразные и важные, и значимые на сегодняшний день вопросы. Мы их для себя в педагогическом образовании поставили еще несколько лет назад, когда создали такой специальный институт, я бы сказала, это педагогическая интернатура. Педагогическая интернатура – это возможность ребятам в ходе обучения пройти определенную дополнительную практику в лучших образовательных организациях города Екатеринбурга, Свердловской области. И мы действительно ориентировались на самые лучшие наши образовательные организации. Почему? Потому что там, на этой площадке, они могли не только войти в реальную жизнь, но и получить то, как действующие сейчас здесь педагоги выходят из этих самых разных ситуаций. Вы правильно сказали, что есть документация. И сейчас очень много документации заполняется через электронные журналы, через различные носители информационные, системы, мониторинги и так далее. И если, допустим, в ходе занятий в университете по стандарту нет таких специальных дисциплин, то придя в интернатуру, придя в эту лучшую практику, например, города Екатеринбурга, увидев, как здесь сейчас педагог действующий находит время, пространство для того, чтобы эффективно в этих системах работать, ребята реально получают этот опыт, этот навык, эта компетенция формируется. Центр «Учитель будущего» какие вопросы педагогов закрывает? Почему их там учат? Центр «Учитель будущего» — это центр, созданный действительно год назад, и мы отмечаем первый день рождения, создан в рамках нацпроекта образования. И он направлен на то, чтобы действующие педагоги приходили в центр, либо реально, либо виртуально подключались к различным проектам, и через те специально для них разработанные модули, это называется программа «Эксклюзивные модули», это есть программы стажировок, это есть программы горизонтального обучения, опять же, научения на лучших практиках. Могли увидеть, понять, как здесь и сейчас у нас в Екатеринбурге, Свердловской области и вообще в стране, потому что мы взаимодействуем с другими коллегами из других центров, нарабатывается опыт деятельности. Технологии приходят в школы, и некоторые учителя, мне кажется, теряются, когда просят ученика научить его чему-то, как обращаться, может быть, с планшетом, с телефоном, с какими-то технологиями, которые уже в классе появились. Как тут сделать так, чтобы учителя были тоже впереди планеты всей? Сейчас все наши педагогические вузы страны работают на создание технопарков универсальных педагогических компетенций. И это не насыщение пространства огромным количеством техники, это действительно работа над тем, чтобы формировать современные компетенции у современных будущих учителей. Да, это оборудование, это лаборатории по химии, по биологии, по физике. И уже до конца 2021 года такие институции будут созданы во всех педагогических вузах страны, в том числе и в Екатеринбурге. Хочется, чтобы у молодых людей появился запрос на профессию учителя, чтобы это было модно и престижно быть учителем и стремиться нести знания нашим детям. Спасибо вам большое. Еще раз с праздником. Спасибо.